Кинотеатр «Темп» разбирают по камушкам. Из легендарного сооружения мешками выносят куски гранита. На память. Активисты решили пустить старую отделку на сувениры. Так они хотят увековечить значимое для «Уралмаша» здание. Себе на память взял кусочек и Дмитрий Сгагин. Время собирать камни. По крупице на «Уралмаше» разбирают легендарный кинотеатр «Темп». Сергей и Лариса пытаются спасти то, что еще осталось от здания. Ведь обломки гранитных лестниц манят сюда мародеров. Вот искусствоведы и вмешались. Сами взялись за мешки, чтобы сохранить память. Снести темпы еще несколько рядом стоящих зданий решили пару месяцев назад. Эту территорию планируют отдать под застройку. Здесь появятся жилые дома. А вот от знаменитого кинотеатра и камня на камне не останется, жалуются активисты. Ведь, говорят, внутри сохранились исторически важные советские барельефы. Художественной ценности этот барельеф не представляет. Он лишь отражает, ну, такой вот знак эпохи, да. Это тренд того времени, когда рабочий был героем, настоящим героем. Построенное в 1932 году здание было не просто кинотеатром. В нем проводили множество культурных мероприятий. Здесь играл оркестр, выступали певцы, а дамы приходили похвастаться нарядными платьями. «Темп» считался лучшим кинотеатром, даже когда город обзавелся более новыми знаменем и зарей. Поэтому, считают искусствоведы, сохранить память о нем просто необходимо. Два поколения города выросли на этом. Наши предки ходили по этим камням, танцевали на них, пели, играли. И вот это то, что мы можем сейчас облагородить и раздать людям. Вот эти наши частицы, крупицы, наши слезы. Обломки старых лестниц активисты решили пустить на сувениры. 25 камней отправили на обработку. Мастера каменоломни под Екатеринбургом денег за работу брать не стали. Пилили за идею. В этом сувенире важна не красота, считают искусствоведы. Главное, чтобы обломок напоминал о прошлом, о целой эпохе, связанной с темпом. Это просто как будто бы фасад темпа. Видите, это похоже, узнаваемо. Наверное, тот человек, который ходил в темп, может узнать. Если вот здесь еще колонны нарисовать, то это вообще будет такая микромодель темпа. Деньги на память делать не будут. Магниты в виде крошечных кинотеатров активисты собираются раздать бесплатно у себя в Академии искусств. Причем не только студентам и преподавателям, но и деятелям искусств и иностранным туристам. Дмитрий Изгагин, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга. Главное новости Екатеринбурга.